Готрек и Феликс уже полноценно добавляются постепенно в игру, и можно начинать наконец-таки за обновленную Империю. Я вас приветствую, друзья, с вами Верус, и начинаем за Империю теперь в Смертных Империях, тем более что за Вульфрика, за Вульфарта точнее. Мы уже прошли в компании Вихря, уже увидели его сюжетку, ну а сейчас начинаем за Бальтазара Гельта. Посмотрим, как и что здесь изменилось, потому что провинции переделаны, добавлены новые города, новые тут крепости добавлены, ну и сам Бальтазар с новой фракцией, которая получает увеличенные доспехи для всех, численность боевых магов увеличивается, содержание этих боевых магов уменьшается, ну и расходы ветров магии, урон от выстрелов для артиллерии и ранг новых героев для боевых магов. Очень полезная фишка для артиллерии, это мне нравится. Высокая сложность, дабы наслаждаться видами. И начинаем кампанию. Недавно коронованный Император Карл Франц отправил могущественную золотого мага Бальтазара Гельта на южную границу. Тот уже сражался с зеленокожими в окрестностях Альдорфа, но теперь враг объявился на юге, в разоренной деревне провинции Золанд. Золотой Орден намерен и дальше демонстрировать свое превосходство, пока Франц укрепляется при дворе. Гельт рассчитывает военной мощью и магией навести порядок в Империи. Да, конечно, единственный косяк вот этой новой механики, это то, что Бальтазар как будто Император. Будет он отыгрывать, по сути, роль Императора, объединяя все земли, а Франц у него так на побегушках. Серый Кардинал. Да, вот, в принципе, как в трех мушкетерах, там, Кардинал был, Ришелье, да, который хотел править и манипулировать всей Францией через кара, да. И только бравые ребята ему мешали. Например, Бальтазар такой же. Император призывает тебя на защиту наших южных рубежей, над которыми нависла великая угроза. Зеленокожая Тродье захватила торговый город Штайнгард. Закрепилась на нашей земле и намеревается идти дальше на север. За изрытыми гномами Черными Горами собирает силы Орда Диких Орков. Они готовятся войти в Южный Проход. Отличная возможность проверить в бою новые укрепления Форт-Азол. Разные области Империи постоянно соперничают за власть и влияние. Карл Франц пытается упрочить свое положение, устранив угрозы своему трону. А на окраинах Империи недополитических интриг. В магическом искусстве, Верховный Патриарх, тебе нет равных. Пусть враги узрят всю мощь твоего древнего могущества. В общем, именно мы отвечаем за целостность Южного Прохода Империи. Так что будем его защищать, дабы никто туда не проник. Так, столицы можно, кстати... Я, конечно же, хочу получить как можно скорее Кутерка и Феликса, то есть и компания. С них также начнется. Можно снести что-либо и построить кабак. Так это прям буквально за три хода оформится. Но пока казарму оставлю. Подожду, как бы город вырастет. Слишком торопиться тут не нужно, так как войска нам тоже пригодятся. Ну и, в принципе, авторитет, престиж, это новые механики, которых, в принципе, можете прочитать, если не смотрели отдельный ролик на основном канале про это все. Ну, начинаем сразу с битвы. ...растет и процветает. Да? Но в мире осталось еще много зла. Империя все еще раздроблена, а зеленокожие по-прежнему не дают нам покоя. Более того, ходят слухи, что на востоке поднимает голову скверно не о смерти. Будьте бдительны, ваше величество. Будем, обязательно. Начинаем сражаться первую битву по классике жанра. Сыграем лично, хотя Бальтазар все-таки гоблую здесь разобьет. И я соглашусь с тем, что, в принципе, вот эти вот форты, которые стоят, да, укрепления на границе, они для зеленокожих, с одной стороны, небольшая-то проблема. Они будут перепрыгивать через тайные тропы и все. Но в другом плане, в целом, те же цари гробниц, которые нет-нет поднимают голову и даже до берегов империи, скажем так, доходят. Или вампиры, которые могут приплыть и оказаться там. В общем, есть, есть кандидаты, которые будут разбиваться о стены наших крепостей. Так, мортира. Можно еще чуть дальше, конечно, нормально. Пока сойдет. В первую очередь тут мечники, копейщики, великие мечи, арбалетчики посерединке, кавалерия. Можешь начать, на самом деле, вот здесь сразу. Всадники. 78. В целом, ты быстрее в этом случае бегаешь. Ну и отлично. Погнали. Эх, империя смертных. Давненько, в принципе, можно сказать, сюда не заходили. Да, кампании начинали. Вот и будем сейчас... Так, так, тихо, только без фанатизма, а то они сейчас начнут вас преследовать. Во-во-во, вовремя отдал приказ. Как раз самое оно. Уходим. Разворачиваемся. Мортира. Мортира. Бальтазарыч. А ну-ка давай. Сколько у тебя секунд там? Длительность 9 секунд. Давай попробуем вот сюда. Ну, в принципе, попал, попал. Немножечко поторопился, да, можно было чуть-чуть ближе к ним, но в целом магия нанесла урон. Единственный косяк, пока я смотрел, как бьет магия, кавалерию мою поймали. Кавалерию мою уже поймали. Но это гобла, победа уже близка. Кавалерия, убегай. Пауки вас сожрут сейчас еще. Отключите мне одного из этих вот. Кто не смог убежать, кому не повезло. Ух ты. Волшебная винтовка. Волшебная винтовочка. Так, ладно. Погнали. Погнали, господа. Да начнется бой. Давай. Вот где-то вот так. И сейчас... Хоть это против гобла и не сильно нужно. Все равно исполнится. Заклинание есть. Почему бы и нет? Так, паучки опрокинули кавалерию и сразу сюда. Опрокинули кавалерию. Мелкие пакостники. Блин, а что у меня? А вот. И не появлялось. При наведении на некоторых из этих гоблоидов. Приказ об атаке. Ну что, кто остался? Полководец еще бежать не хочет? Не хочет. Тогда разворачиваем мортиры. Копейщики. Это ваша вообще, конечно же, задача уничтожать паучков. В первую очередь. Расстреливаем, расстреливаем. Мортира. Попадешь? Вот прям вот, ну, в толку. Даже ни одного. Толкового, считай, попадания не было. От мортиры. Ну, по паукам, именно. Как-то они молодцы, конечно, не попали там. Погнали, все. Харай с ними играться. Ну что за... Милый мой маленький гоблин. Что ж ты так пугаешься? Бальтазара. Он на самом деле улыбается. Там просто маска это скрывает. Бальтазара. Пауков. Да что ж вы вернулись-то опять? Что ж вам не бежится-то так? Не бежится. И еще и магию кидает. Ах. Какой ты, а? Хитрый прям. Типа, мол, интерфейс выключил на плаче. Знаете, гадость. Не сбежал все-таки. Напакостили на всю катушку. А я, например, не слил эти отряды, да? Гобла сказал. Ну и все. Завершаем битву. Завершаем бой. Первый обкат. Прошел хорошо. Как минимум. Крупный план. Вспоминаем, как выглядят нормальные отряды имперские. Потому что в основном все-таки за Вульфхарта у меня лучники были, да? Охотники. И с его бафами, с его, в принципе, тактическими талантами. Они божили. Они лизардменов даже не подпускались. Хазить. Они были прекрасны во всем. И даже до Штайгарта мы можем дотянуться прямо сейчас. И в целом его забрать на первом же ходу. Да, конечно, я отряды покоцал. Скорее всего, придется играть лично, чтобы ту же кавалерию не слить сейчас. Потому что ее покоцали мне достаточно. И там, вроде бы, как автобой бы выиграл и там, и тут. Легко. Но придется вот так вот сразиться. В этот раз лучников нет. Кавалерии тоже нет. Так что пехота выстраивается. Арбалетчики становятся чуть сбоку. Кавалерия стреляет. Ее никто уже гонять не будет. Мортирии отдадим приказ. И просто вновь включаем крупный план. На потери... Не смотрю. Ничего страшного. Годрих и Феликс сейчас придут. И все компенсируют. Они просто вдвоем могут даже походить. Второй стэк мне не сильно и нужен. На первых порах я его редко использую. Очень редко. На старте кампании. Просто исключительно ради этих легендарных героев. Будем все-таки использовать данную возможность. Вот статую. Сигмара Зигмара. А, давай. Без разыгровки этой. Вот он. Великий и могучий. Хотя все-таки Верментайде во втором... Мне больше нравится статуя с головой орка. Там он такой более такой... Варварский. Здесь просто культурист. С ухоженными волосами. И короной. Там он действительно варвар. Видно, что варварские племена объединял. Как положено. О, а что вон там вот у нас? В принципе. Обсерватория, как всегда. За звездами вы наблюдаете. Такой небольшой. Городишко. Университет. Дорога. Туда. Ну, кстати, карта неплохая. И получается, это новая карта. Такой я не видел ранее. С вывесками. Ленточками. Заботятся о народе, а? Рамки ставят. Без фонарей. И, кстати, черепа. Как делают, да? В процессе. Кто-то там президентов вырезает, а кто-то черепа. Все, ладно. Пора сражаться. Все это хорошо. Но город нужно занимать и двигаться дальше. Нужно город занимать и двигаться дальше. В целом, можно было, конечно, сыграть именно эту битву. Даже первую доверить автобою. Справиться там быстро, эффективно. Давай вот так вот. А здесь уже разыграть, чтобы наверняка никого не потерять. Там бы вряд ли автобусли. Ну, что сделано, то сделано уже. Бальтазар, двигайся сюда. И еще эта карта, конечно, напоминает из Верминтайда площадь. Карта Рок Магма. Вот, фу, Магма. Магнуса, да? Которую во второй Верминтайд добавили. Как-то так. Ускоряемся. Вот идут господа гоблины. В принципе, ничего страшного. Можете обходить. Арбалетчики только вот сюда. О, Бальтазарыч. Хоть тебе сейчас начнут гулять. Вызываю огонь на себя. И самое приятное, что он может ее кидать достаточно близко к себе. Потому что чаще всего там начинают. Вы не поцарапайте своего господина. Он не хочет кидать заклинания рядом с собой. Слишком думает о своем здоровье и так далее и тому подобное. Ну, в общем, бред всякий. А ну-ка, мортиры. Бальтазарыч все-таки боевым духом особым не обладает. В лучшем случае сейчас успеет, наверное, кинуть магию. Под себя. Главное, чтобы не сходил под себя. А магия-то... Вот, с ноги, правильно. Там мечи уже бегут к тебе. Еще артиллерию. Огонь на себя вызовет. Давай так, сюда. Не переживай, Бальтазарыч, сильно. 8 дисциплины, но он держится. Он молодец. Я могу дальше просто наблюдать, как Бальтазар сражается в лесу. Вот так вот и отходи от лагеря по нужде во время похода. Тут же грибы на тебя накинутся. Хотя, если накинулись грибы, то, может быть, просто Бальтазар был под грибами. Так, ну что? Я надеялся, что ты уже побежал, на самом деле. Соскучился я. За крупными планами. За имперцами. Все, мартира. Этих гоблинов опрокинули. И здесь Бальтазар вернулся. И даже уже не нужно кидать магию. Завершаем битву. Завершаем битву. Город занимаем. Хотя, ну... Большое значение. Возможно, это фобия со времен еще первого Рима, второго Меди, когда восстановление элиты, это было проблематично. Построил, в лучшем случае, один город, где можешь нанимать этих самых элитных бойцов. И туда нужно через полкарты пилить, чтобы элита восстановилась. Хотя же Тайгард уже я взял. Блин, нет, но это... Копейщики с лучниками пока составят мне компанию. Ну, или давайте, что, на Готтерка и Феликса уже будем нацеливаться и все. То есть, нанимаем копейщиков, лучников немного, чтобы не сбросились варианты найма. Огневую подготовку увеличиваю. Тут, в принципе, похоже будет на Марка подход в этом плане сейчас на первых парах. Увеличиваем рост. А, доступен же указ, я думаю, когда исчезнет. Доступен же еще здесь указ. Тоже рост увеличиваем. Плюс форт атакует уже сейчас. Мы будем лично сражаться. То есть, первая серия у нас получится достаточно разнообразной в плане сражений. Первый бой, за город бой. Потом отбиваемся в наше... Ну, не то, что в городе, крепости все-таки. Это не полноценный город. Здесь мы можем максимум строить одну линейку. Ну, я даже не стал сейчас показывать, так как светил ее. В принципе, в обзоре. Там он небольшой. Пятиминутный получился. Кратко, лаконично, да? Без всякой воды. Но, в любом случае, подробней. В ходе этого прохождения будем обращаться. К линеечкам смотреть. Таверну Убершрайки хочу обязательно построить. Как иначе? На героев этих посмотреть. Может, даже специально спровоцируем, чтобы кто-нибудь на Убершрайк напал. Дабы там героев этих в бой бросить. Но, я сомневаюсь, что они уникальные будут. Будут обычные там. Капитан, эльфийка, да? Гном. Ничего сверхъестественного. Вряд ли это даже Кириллиан. Крубер. Виктор и так далее. Хорошо знакомые нам герои. Так как в Верментайд, нет-нет, играем. Ну и в субботу планирую. Конечно же, вновь провести стрим. Скорее всего, по Верментайду. Ну что? Крепость. Подход такой же, как и у высших эльфов. Как говорили разработчики. То есть, вот она стена. Вот он сам проход. Южный. Имперский. Выглядит неважно, на самом деле. Не следят за тобой. Вообще ни разу. Крепость дымится. Крепость горит. Ну и гарнизон выставлен. Уходим. Даже вот эти дорожки, да, внутренние. Внутреннее убранство крепости. Очень похоже на высших эльфов. Вот так. Пехота, пехота, пехота. Здесь у тебя тоже пара диких орков. Поэтому в любом случае, здесь надо будет выставить вот так. Отряды. Над воротами можно поставить пока что арбалетчиков. Под прикрытием одного отряда мечников. Простого. И одного тяжелого. Даже вот так. Но копейщиков целиком мы полностью оставим, наверное, внизу. У него много кабанчиков, которые точно сломают ворот. И погнали. Штурм крепости. Так, кабанов, наверное, не расстреливаете. Расстреливайте пехоту сейчас. Точно так же, как и лучников не сильно трогайте. Расстреляйте пехоту. Потом займитесь лучниками. Ну, а кабаны пусть заходят, если хотят. Хотя даже пехота идет... Такое ощущение, что ломать ворота. Не, он сейчас бросит. Нет. Да. Вот этот конкретно отряд идет ломать ворота. Обычно пехоту все-таки используют искусственный интеллект сразу для того, чтобы они забирались на стены. В данном случае, в подобном ситуации. А вот уже кабаны лезли пробивать ворота. Уходим. Мортиры. Переключаемся на лучников. Капитан. Арбалетчик, спускайся даже прям. И ты тоже. Лучше уже спускайся. Снизу начнете расстреливать их. Хотя... Ну, вот этот отряд. Вот этот отряд можно расстрелять. Здесь... Хотя тут тоже, да, уже разбери. Я переживал, что своих начну здесь коцать, но нет. Можно даже мортиру переключить. Допустим, вот на этих диких орков. Классический Вархаммер. Орки против людей все-таки. Противостояние орков и людей. В свое время именно поэтому... Ну, создатели Варкрафта хотели уделять еще больше внимания этому противостоянию. Ну, просто тот же Зигмар, да, он же разбил как раз-таки племена орков. Он объединил племена людей. Сделал их, надо сказать, из обезьян людей. Вот. Уничтожив грибы. Что нужно, чтобы обезьяна превратилась в человека? Извести грибы. Из их жизни. Но некоторые остались. И возвращаясь к Варкрафту, тогда же создатели Вархаммера, я об этом уже рассказывал не раз. О, кстати, нашего капитана Атракина. Отказались. Отделять всю вселенную и давать там как-то прям вот совсем разрешение делать без других прочих фракций. То есть только орки, только люди. Типа, мол, а что вы о гномах забудете и берите всех, если хотите. Ну, в итоге все это привело к тому, что появилась новая вселенная. Которая все-таки с этой прародительницей своей может поспорить по многим пунктам. Все, добивать не будем снова. Вот такая вот у нас халтурная сейчас. Тема в плане добивания. Мы не то, что даже, наверное, халтурные. Мы просто великодушные. Мы добрые, великодушные. И даже к оркам относимся сейчас с нисходительным. Напали они. Но они еще как дети лизардменов, да? Дети люстри. Которых мы, в принципе, истребляли. Они просто юные, неопытные. Ну и не знают, что на нас лучше не лезть. Дисциплина. Карахирина лучше взять в ближайшее время. Поэтому сейчас Бальтазар на следующий ход подходит вот сюда. Нанимает еще. А может быть даже через общий. Попробуем. Сейчас надо будет этот момент решить. Потому что Карахирн, если возьмет тот же гном, который может сюда прыгнуть, к подножьям переехал. Гор. Жить. Он это может. Легендарный отряд, который доступен нашей фракции. И вот вкладки. Начинал и не показал еще новую механику. Просто отдельно делал обзор, поэтому как-то читал. И не уделил сейчас внимания этому. Кюрфюсты. У нас копейщики уникальные. У каждого Кюрфюста есть свои уникальные отряды. Их можно нанимать не как фиолетовые, только один. Их можно через время, через 10-15 ходов, нанимать вновь и вновь. И собрать даже полный стэк. Из однотипных вот этих рыцарей света, например. Манфред не считается, конечно же, Кюрфюстом. Но так как Сильвания принадлежала когда-то империи, захват ее столицы позволит нам посадить своего Кюрфюста, правителя, губернатора и открыть доступ к предметам определенным. И, соответственно, рыцарям. Так что все это дело хорошее. И гнев императора, паровой Тарк. Тарк. Что ж такое сегодня? Паровой танк, он прям так манит. Зовет и манит. Гарнизон большой в хирне? В целом нет. Гарнизон небольшой. Можно даже на два хода и не зарекаться. Четверых вот так нанять. Вновь. И все. Этого хватит за глаза, чтобы захватить город. Строим таверну. Война объявлена. Набранные отряды. И махинации на выборах пока что мы не будем делать. Улучшать отношения. Как-то там что-то манипулировать. За тех же высших эльфов на самом деле. Подобная механика была. Но уникальную валюту. Ну почему была она и есть. Но уникальную валюту всегда, на мой взгляд, лучше направлять в другое русло. Куда полезнее. Нанимать героев с полезными перками. Да, там лордов нанимать. Уже, уже эта валюта будет растрачена. И смысла улучшать отношения с кем-то. Ну, вряд ли есть. Редко-редко. Да, бывают случаи, когда эта тема пригодилась и спасла от чего-нибудь. Но в остальном у вас либо в любом случае будут улучшаться отношения, либо это не поможет. И они ухудшатся. Самое ближайшее время. Хотя, ну, можно заморочиться и как-то там подружить фракции, возможно, лизардменов и скавенов. Хотя, если самому этому времени много уделять, сколько ресурсов потребуется. Огромное количество. На недавнем собрании кюрфюстов развернулась продолжительная дискуссия о том, надо ли запретить религиозным культам вмешиваться в политику империи. Данный вопрос оказался весьма острым и разделил кюрфюстов на два враждующих лагеря. В конце концов, он привел к ожесточенному спору между кюрфюстом фракции Хохланд и кюрфюстом фракции Висселанд. Они оба просят вас поддержать их. Вы не высказывались по данному вопросу и вообще считаете, что подобные дебаты ни к чему хорошему не приведут. Согласен целиком и полностью. Однако, такой лидер, как вы, не может оставаться в стороне, когда идет обсуждение столь важного дела. Но сейчас просто, на самом деле, улучшим отношения с тем, у кого этот показатель меньше. То есть с Висселандом. Улучшим верность этого государства, чтобы они не отделились и не объявили войну. Так, а что вы такие пассивные тут? Гоблинцы. Мерзкие гоблинцы. Вы че как-то? Не работаете как будто. На казни. Просто казни. И каракхирн. Я надеюсь, на авто будет. Нет, не верят. Ну то есть у нас сегодня продолжится первая серия за наш золотой ульт. У нас за имперцев в последнее время много золота. Но там мы из люстрии больше золота вывозили. А тут именно культ металла. Погнали. Будем бить этих орков. Никакие стены нас не остановят. Есть мортира и это уже хорошо. Позволяет не ждать лишний ход. Не дождаться, когда там какой-нибудь таран построят. Наши великие инженеры. Пойдем скорее всего с этого фланга. Будем идти сразу на штурм. Сыграем. Город гномов, естественно. Мортиры расстреливают с уголка. Не верят в нашу победу, к сожалению. Это отчасти печалит. Учитывая, что мы все-таки играем за Бальтазара. И кстати. Вообще знакомство с Total War Warhammer. Первое прохождение. У меня ведь было как раз таки за Бальтазара. Не просто за Империю. А я проходил непосредственно за самого Бальтазара. Потому что он маг. И мне было интересно посмотреть, как они здесь и что могут. На тот момент они могли очень мало. Конечно, магия у Бальтазара в итоге простаивала. Но сейчас это дело уже совсем иначе обстоит. И Бальтазар тут действительно будет боевым магом. И в том прохождении, кстати, у меня Франц прокачивался исключительно как стратег и тактик. Никакие личные качества его бойца мы не развивали. Так, развернись. Можешь пострелять. Подождем, наверное, когда они хоть как-то толпой забьются. Можно из-под стен расстреливать сейчас лучниками, стоять. Но уже идем на штурм и все. Уже идем на полноценный штурм. Хотя нам обещают победу. В самое ближайшее время. Бальтазарыч, подойди чуть ближе. Ой, какая хорошая котлета! И запечь ее сейчас я не могу. Ну да ладно. Ускоряемся. Ручники пока наши лезут, постепенно настреливают Гоблу. Угадать здесь сейчас сложно, где они соберутся. Большой толпой, хотя можно вот их. Вот, неплохо. Угадал. Один отряд как минимум там стоял. Второй туда шел. Фо Сигмар! Я им супремя! И еще магия. И мортир. Магия пороха и магия ветров. Это работает великолепно. Визжит Гобла. Ускоряемся. Так. Давай лучше сюда. И это победа. Хотя он еще один вон отряд подвел. Мортира. Как раз по нему поработай. Блин. Чуть-чуть на ускорение скорость не рассчитал. Но самая главная победа сейчас быстрая. И город наш. Можем и второй город забрать в этой провинции. Оставив, в принципе, гномов у наших ног. У наших гор. Пусть они там сидят. Их, скорее всего, уничтожат. Пограничное княжество. Ну и так себе, конечно. Кандидат. Но кто знает. Кто знает. В прошлый раз в этих землях некрорхи даже у меня обитали уже. Сбежали. Выжили. Просто окупировать. Выжили. И сбежали. Прячась. В этих краях. Казарму тоже. Хотя вот здесь казарму можно пока что и не разрушить. Нанять хотя бы несколько мечников. В них есть щиты. Это пригодится. Если враг. Будет нас обстреливать. Свободный отряд ополченцев. Можно один взять. Ну и еще мечник. И на следующий ход уже разрушу тогда эту казарму, возведя что-нибудь более полезное. Возьмутые гиены, гиены, гиены. По договорам, кстати, Висселанд хочет торговать. Нет, не хочет. Аверланд. Хочешь? Нет, не хочешь. О, клан. Белегар. Белегар. Но торговать пока что не готов. В принципе, договор о ненападении подписал. Так что через пару ходов начнем торговать. С деньгами проблем у нас как таковых нет. И все хорошо. Форд Зол даже прокачался. Так что гарнизон будем наращивать. В целом, кто еще здесь может сейчас в ближайшее время идти? Да никто. Гобла, если захочет, через горы к нам придет другими путями. Гномы вроде бы как наши друзья. Пограничное княжество. Но не полезет, я надеюсь. Хотя, кто знает, может быть и полезет. Поэтому вектор развития я планирую делать вот сюда. Мы восстановим целостность. Ну, насколько возможно. До этой провинции гномов трогать не будем. Если нам никто не объявит войну, а здесь события всякие бывают. На территории империи... Ну, бедокурить не буду. Попытаемся через события... Такой нейтралитет держать. В принципе, авторитет повышать. И постепенно их присоединять. Двигаясь при этом на юг. Вот они, Гутрек и Феликс. Получите доступ к следующим ресурсам. Железо. Бальтазар Гель всегда восхищался чистотой золота. Ни один другой химический элемент не привлекал его столь сильно. После многолетних исследований любимого металла, ему удалось вплотную приблизиться к разгадке секрета трансмутации. Превращение железа в золото. Теперь Верховному Патриарху нужно сырье для окончательных экспериментов. Гутрек и Феликс. Искатели приключений. В местной таверне все только и говорили о двух великих наемниках. Которые, по слухам, странствуют сейчас где-то в этих местах. Это знаменитый гноми-мститель по имени Гутрек Гурнисон и его летописец-человек Феликс Йегер. Но, в принципе, по поводу там Ягер да Йегер, здесь тоже можно дискуссию провести, но пусть будет так. Кое-кто в Империи считал Гутрика и Феликса изгоями. Но эти неразлучные друзья уже одолели самых ужасных и непобедимых врагов сил порядка. Если вы уговорите их присоединиться, то у вас появятся поистине грозные союзники. Но пока их присоединять я не собираюсь, я хочу вот сюда дойти и потом только займемся, конечно, нашими... Хотя, 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 наверное, лучше сейчас не через горы, не через перевалы эти, да? Лучше идти вот Гутрек и Феликса присоединить и потом уже заниматься своими делами. Как заблагорассудиться. Будем делать все, что захотим. Все, что нам захочется. И еще. Колесо магии хотелось открыть. Золотой орден. Климат. Умеренный. Саванна. Горы. Пустыня. Это для нас все подходящее. Но вот в отличие, кстати, от Марка, да, у которого пустыня, это красный регион. То есть он не переносит пустыню. Похоже, там меховая шапка его вообще доконает. Хотя в пустыне бедуины там шерстяные, чтобы не нагрело, носят. Еще. Как бы шапки. А неприятный климат это джунгли и острова. Ну и, естественно, пустыни, холодный океан, хаотические пустоши, волшебный лес наших лесных эльфов. Ну, нежелательно. Скажем так, рады вы там не будете жить и находиться. Сдаем ход. Сдаем ход. Пока что ходы сдаются быстро. И, в принципе, кстати, разработчики планируют работать над ускорением сдачи хода, да, оптимизации. Чтобы, ну, не было таких вот пятиминутных ожиданий. Особенно на слабом железе. То есть если процессор не тянет, если SSD-шника нет, ну, это все затягивается. И в смертных империях порой играть действительно сложно. Особенно на поздних этапах, когда ты видишь всю карту. И даже вот настройка вот этого не помогает. Кстати, раз я открыл, надо сразу этим заняться. Поставлю так, как я чаще всего делаю. Делаем мы вот так вот. Враждебные остаются на высокой скорости, а нет на акции. А все остальные на максимальной. Хотя это сейчас мы не почувствуем. Так как я никого не вижу, только мне передвижения и не наблюдаю. Они по умолчанию очень-очень быстро протекают где-то там в тумане. Где-то далеко за горизонтом. Штайнгарт. Штайнгартен. Тираны Черного Океана. Ну что, в принципе, Готрек и Феликс нас ждут. А однако я предлагаю оставить это уже на следующую серию. Ну вот так вот. Продолжим традиции сериальные, да? Санта-Барбары. На самом интересном месте. Встретимся уже очень скоро. С вами был Верус и Обновленная Империя с нашими легендарными друзьями. Всем добра. Пока-пока.